Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры, спекулянты, на дворе у нас 30 сентября 2024 года, понедельник, началась новая торговая сессия, заканчивается месяц сентябрь и вообще по плану у меня сегодня должен был быть прогноз по российским акциям Сбербанка, Роснефти, Новотек и Лукоила, в общем все, что у меня есть в списке справа, но поскольку я на прошлой неделе отдыхал и в четверг нагонял свой прогноз, все это у меня было, соответственно, в конце недели, я рассказывал свое мнение, мотайте чуть раньше сегодня, Сегодня у меня будет прогноз, как говорится, по просьбам читателей, приходит у меня комментарий, Тимофей, расскажи, пожалуйста, про акции компании Мечелл, и в общем более подробно я сегодня затрону вот этот один инструмент График Мечелл мне показал в самом начале странным, потому что тут движение, знаете, как обычно, с какого-то максимума сыпется инструмент, какой-нибудь Газпром, Лукоил, Роснефть, тот же самый Сбербанк, они плюс-минус понятные были А тут вот это уровень начала СВО, я отметил, в феврале 22-го года, это парадигма, который разделяет до и после, соответственно, жизнь российского рынка акции Тут очень странная история, поведение было у рынка странно, во-первых, до, во-вторых, после, был непонятный взлет в 2017 году, который начинался с 50, потом был всплеск до 219, снова падение до 50, потом еще раз, еще раз, еще раз, и еще раз, то есть был тут Я даже сначала думаю, что это исторический максимум 345, если бы не заглядел в более древнюю историю данного инструмента, тут исторический максимум был, на самом деле, практически 1000, еще во времена 2011 года И вот это мне дало понять, откуда взялся даже 2017 год Значит, как я вижу, ближайшая история, поскольку уровень начала СВО, февраль 22-го года, не пробил и не достиг этих минимумов в районе 50, то я думаю, что в ближайшее время мы к этой отметке не вернемся Но инструмент Мечел, я считаю, написал себе комментарий, чтобы, такую пометочку, очень опасный инструмент и никаких покупок, поскольку акции Мечел только для продаж Смотрите, что это происходит Мечел, если повернуться, вот смотрите, в график, вон она, оказывается, где-то пик находится, это еще 2011 год, туда же мотать и мотать, как говорится Пик на отметке 985.95, давайте возвращаться обратно, если получится Сейчас я чуть времени потрачу и вернемся в исходное положение Как мне кажется, данный инструмент еще в 2017 году пытались просто спасать Инвесторы, может быть, какие-то новости выходили, но, судя по всему, тоже здесь не было моментума Как бы мне не пришла в хайп гол идея, приходила, что это вообще было какое-то государственное участие в данном инструменте То есть, какие-то были интервенции, достаточно левые, не связанные с рынком И постоянно инвесторов этот инструмент наказывал То есть, они покупали уровень где-то 219, почти 220 был Снова обсыпались в 50, снова была интервенция, но она была ненадолго Поднимались в 600, снова в 50 сыпались До начала СВО, то есть, тут была отметка 82, поднимались до 178, то есть, это в 2,5 раза И снова практически падали в исходное положение СВО у нас провалило этот февраль месяц до отметки Давайте смотреть До отметки 64,94 Потом небольшой взлет до 105, и снова обвал тот же уровень После этого пошел дикий рост 350, тут уже народ поверил в счастье И снова мы обсыпались в исходное положение Поэтому я считаю, что инструмент Мечел, это, как говорится, только для продаж То есть, все, что мы видим, резкие всплески Мы встаем в продажи И я, честно говоря, скажу, что даже не видел такого реально очень странный инструмент И в нем, как сказать, покупки Эта история достаточно опасная, которая, в общем, если проходит время, то все ваши нервы, все ваши вложенные финансы в данный инструмент, все возвращаются на круги своя Поэтому не вижу абсолютных спекуляций Единственное, что его можно поторговать, какие-то уровни на пробой Здесь вот минимум у нас нарисовано отметки 90, давайте сейчас у меня попаду 97,50 Можно 97 на продажу рассматривать И вот таким образом спекулировать Но поскольку еще и волатильность на нем достаточно мощная Смотрите, какая история То есть, в три раза вверх-вниз летает совершенно замечательно Я не люблю такие инструменты рассматривать, честно говоря Но сейчас, сейчас, как можно сделать С учетом волатильности, если прям очень сильно хотите поторговать Я советую на 97 ставить отложку на продажу Солстоп, как я это делаю Сейчас можно купить небольшим совсем объемом Но чтобы эта история отработала Давайте действительно так, по классике жанра Я не совсем люблю придерживаться Знаете, что стоп-лосс обязательно в 2-3 раза короче, чем тейк-профит Есть математика, я рассказываю в обучалке Когда тейк-профит может быть в 2 раза короче, чем стоп-лосс Но если учитывать процент отработки сделок По японским свечам, по анализу То если там 80-90% отработки фигуры То и так можно совершить Но здесь предлагаю устроить реально классику жанра Где-то на 97 поставить стоп-лосс А тейк-профит, вот ближе ашурн 178 понятный То есть получается у вас преференция будет 2 с лишним раза Стоп-лосс будет короче, чем тейк-профит А тейк-профит в 2 раза больше Так что сделка на покупку И возвращаясь, тут у меня небольшие комментарии Данные хорош на взлет, но все время падает Небольшой рост и дальше флет Это дальше, чем 178 я не советую влезать в покупки по Мечеву Вот такой вот прогноз, очень странный инструмент Так что первый, то что я только что аналитику вам рассказал Мечеву мне дали посмотреть, изучил И напоминаю, что в течение недели я беру 5 инструментов Которые лично высылаю вам За бесплатную мне 5 Если дополнительно вам прогнозы нравятся Мы уже договоримся, вопрос решаем Вот, а это вот первая проба пера Понравилось, пишите комментарии Спасибо, что меня смотрите еще раз И удачи вам в торговле Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!